Природные очаги этой особо опасной инфекции есть как в нашей, так и в близлежащих странах. Основные проблемные очаги в России находятся на Алтае и Кавказе, а из стран СНГ в Казахстане. Сегодня мы поговорим о чёрной смерти или чуме, которая привела к гибели порядка 200 миллионов жителей Евразии и Северной Африки в 1346-1353 годах. Здравствуйте, мои хорошие! Целители и врачеватели с глубокой древности задумывались над секретами неожиданного, словно из-под земли, возникновения чумных эпидемий в разных странах и на разных континентах. Но понять причины этого явления стало возможным только в конце 19 века. Возбудитель чумы – грамотрицательная бактерия, чумная палочка Ерсиния Пестис, которая произошла от возбудителя псевдотуберкулеза Ерсиния Псевдотуберкулезис от 20 тысяч до 1500 лет назад. Впервые чумные эпидемии описаны в летописях древнего мира, упоминаются в Библии. Описаны случаи применения чумы в качестве биологического оружия в летописях XIV-XVIII века и японцами в 1939 и 1942 годах. Но относительно полные сведения имеются лишь о двух последних пандемиях. Первая из них – Черная смерть, выйдя из глубин Центральной Азии, охватила Нижнее Поволжье, Причерноморье, Ближний Восток, Европу, в Северной Африке распространилась по Средиземноморью и оттуда по долине Нила углубилась к югу континента до Килиманджаро. Последняя началась в конце 19 века в Гонконге, откуда корабельные крысы разнесли чуму по всему миру. И она охватила более 80 морских портовых городов. В Африке и в Новом Свете с домовыми грызунами возбудитель проник вглубь континентов, где внедрился в природу и обосновался в виде устойчивых вторичных природных очагов. Большинство средневековых врачей верили, что чуму вызывали миазмы – испарения, делающие воздух плохим, которые образуются из-за неблагоприятного расположения небесных тел, другие винили во всем землетрясения, ветер с болот, отвратительные запахи навоза и разлагающихся трупов. В одном из медицинских трактатов 1365 года утверждалось, что чуму нельзя вылечить, не зная гуморальную теорию и астрологию, которые очень важны для практикующего врача. Все профилактические меры по борьбе с чумой сводились к устранению ядовитого воздуха, который якобы приходил с юга. Врачи рекомендовали строить дома с окнами на север. Считалось, что в бубонах содержится чумной яд, который необходимо вывести. Их протыкали, прижигали, наносили высасывающий яд мазь, но при этом высвобождались бактерии, которые могли заразить окружающих. Одним из немногих действенных методов оказался карантин, несмотря на постоянные протесты граждан и торговцев. Истинная причина чумы Ерсения Пестис была открыта лишь через несколько столетий после черной смерти. Этому помогло распространение среди ученых передовых идей Луи Пастера, в XIX веке перевернувших взгляды на причины многих заболеваний. Переносчиком возбудителя болезни являются блохи, паразитирующие на грызунах и других животных. Для людей представляет опасность не только больной чумой человек, но и больные сельскохозяйственные дикие животные. Основными носителями в природе являются сурки и суслики. Механизмы передачи. Трансмиссивный. Человек заражается при укусе блохи и попадании на кожу ее фекалий или масс, срыгиваемых при питании. У инфицированной блохи в зобе возникает препятствие из-за размножающихся бактерий. Это мешает питанию, поэтому после укуса насекомое срыгивает первую кровь с микробами обратно в ранку. Реже инфекция распространяется через укусы человеческими вшами и клещами. Контакт на бытовой. Инфицирование охотников при обработке шкур зараженных животных. Прямой контакт с гноем больных кожной или кожно-бубонной формами чумы, с трупами умерших, перепрыгивание блох с остывающего тела. Фекально-оральный – при употреблении в пищу зараженного мяса. Аэрозольный – воздушно-капельный путь от человека, зараженного легочной формой чумы, редко от домашних кошек. Наиболее опасный способ – инфекция распространяется по воздуху, вызывая тяжелые заболевания с высокой летальностью. Чумная палочка сохраняется в отделениях больных людей и на объектах внешней среды. В гное – из лимфоузла до месяца, в трупах людей и животных – до двух месяцев, в земле – при благоприятных условиях – несколько месяцев. Выдерживает низкие температуры, при нуле градусов по Цельсию сохраняется шесть месяцев, в замороженных трупах – год и более. Не переносит солнечные лучи, гибнет за два-три часа. Высыхание, кислород, высокую температуру. При ста градусах по Цельсию чумные бактерии погибают мгновенно, при 80 градусах – через пять минут. Кислую среду, химические вещества, в том числе дезинфектанты. Бытовые хлорсодержащие средства уничтожают микроорганизм за одну пять минут. У чумы существует несколько форм, и симптомы в каждом случае уникальны. Бубонная форма – здесь наблюдается болезненное воспаление ближайшего к месту внедрения возбудителя чумы лимфатического узла, бубон. Кожная, кожно-бубонная форма – кожная форма нередко переходит в кожно-бубонную, при этом появляются изменения в виде некротических язв, фурункула, геморрагического карбункула. Язвы при чуме на коже сохраняются долго, медленно заживают и образуют рубцы. Легочная форма – помимо общетоксических признаков при этой форме появляются боли в грудной клетке, отдышка, а рано наступает угнетение психики. Бред. С самого начала заболевания появляется кашель. Септическая форма – признаки тяжелая ранняя интоксикация, очень тяжелые общие симптомы заболевания. Заболевание септической формы чумы приводит к быстрому ухудшению самочувствия и летальному исходу ввиду резкого падения кровяного давления и кровоизлияния во внутренних органах. Кишечная форма – самая редкая. Для нее характерна высокая температура, выраженная интоксикация, боли в животе, рвота и жидкий стул с примесью крови. Именно от формы чумы зависит дальнейшее лечение, поэтому врачи рекомендуют незамедлительно обращаться за помощью, если вы обнаружили у себя такие симптомы. Общие симптомы заболевания. От момента заражения человека до появления первых признаков может пройти от нескольких часов до шести дней. Инкубационный период при чуме обычно не превышает 3-5 дней, в некоторых случаях длится 1-2 дня. Болезнь начинается внезапно со зноба и головной боли. Температура тела поднимается за несколько часов до 39-40 градусов. Позже у больных могут наблюдаться нарушения со стороны нервной системы, бессонница, бред, невнятная сбивчивая речь, нарушение координации движений, шаткая походка. Лицо часто покрасневшее, отечное, губы сухие. Больной испытывает жажду, язык обложен белым налетом. Все лабораторные анализы с потенциально инфицированным материалом при подозрении на чуму проводятся в специализированной лаборатории особо опасных инфекций, работающей с патогенами первого класса биологической опасности. Независимо от формы болезни, необходима строгая изоляция пациента в инфекционном отделении больницы. Антибиотикотерапию начинают сразу, не дожидаясь лабораторного подтверждения диагноза. Даже при легочной форме чумы в первые 12-15 часов болезни есть шансы на выздоровление. Длительность антибактериальной терапии не менее 10 дней или до 2 дней после исчезновения лихорадки. Параллельно применяют сорбенты и противоаллергические препараты. Для улучшения состояния желудочно-кишечного тракта принимают пищеварительные ферменты и пробиотики. Выздоравливающих выписывают не ранее, чем через 4 недели от момента излечения от бубонной формы чумы и через 6 недель после легочной чумы. Обязательно получение трехкратных отрицательных результатов бактериологического исследования. Для профилактики чумы в отдельных регионах России применяется вакцина для прививок людей из группы риска, например, охотников. Также в обязательном порядке прививают всех, кто контактировал с заболевшим человеком. К сожалению, неверно считать, что чума – болезнь далекого прошлого и что человечество навсегда избавилось от этой инфекции. Об этом свидетельствует совершенно свежее постановление Роспотребнадзора, которое рекомендует регионам ввести дополнительные меры из-за риска завоза чумы. Из документа следует, что меры усиливаются из-за угрозы активизации очагов чумы на территории страны, а также для предотвращения завоза инфекций из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Согласно мировой статистике, с 2010 по 2015 год во всем мире было зарегистрировано 3248 случаев заболевания чумой, в том числе 584 случая смерти. В настоящее время наиболее эндемичными странами являются Демократическая Республика Конго, Мадагаскар, Перу, Монголия, Китай, Казахстан, Вьетнам. Под данным Иркутского научно-исследовательского противочумного института на территории Российской Федерации и стран СНГ находится 45 очагов чумы общей площадью около двух миллионов квадратных километров. На территории России 11 очагов, и их площадь составляет 220 тысяч квадратных километров. Случай чумы у человека в России последний раз зарегистрировался в 2015 году, человек заразился при разделке инфицированного сурка, бактерия попала в организм через микротравмы рук. Обошлось без летального исхода. Пациент выздоровел после антибиотик терапии. Между тем, в Китае выявлен случай заболевания бубонной чумой и введён четвёртый уровень эпидемиологической тревоги. Роспотребнадзор, в свою очередь, заверил, что в России предприняты все меры, чтобы исключить завоз чумной палочки. А на сегодня это всё. Не болейте, берегите себя и близких, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал Доктор по соседству и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день выходит масса полезной и интересной информации из мира здоровья и медицины. Здоровья Вам!